Спонсор молодежной программы на телеканале Утрар – Южно-Казахстанский педагогический колледж. Казахстанский педагогический колледж. Я не ярый фанат футбола, но вот мои друзья – это другое дело. На Евро-2016 они потерялись из моего поля зрения, но я их нашла. Знаете где? В спортбаре. Чемпионат Европы – самое лучшее время для владельцев спортбаров, ведь во время матча здесь собираются самые активные фанаты футбола. Они оставляют в баре приличные суммы, дают хорошие чаевые и болеют за любимую команду. Сабир Юлдашев смотрит футбол, кажется, всю свою жизнь. Как и у любого уважающего себя фаната, у парня есть любимая команда. Он болеет за нее уже больше 10 лет и с каждым голом, забитым в ворота соперников, ощущает себя еще счастливее. На этот вид спорта меня подсадил мой родной брат. Мы в 2005 году просто поспорили в финале Лиги чемпионов между командами Ливерпуля и Милан. И он тогда сказал, на какой клуб ты ставишь. И мне просто понравилось название Ливерпуль. Я поставил за Ливерпуль и через пару дней узнал, что эта команда выиграла. И выиграла так, что этот именно матч вошел в историю футбола. И после этого, не знаю, что-то заклинило. И просто этот вид спорта мне очень начал нравиться. Спортбары собирают за просмотром футбола и любителей ставок. Мои друзья, к счастью, не частые гости букмекерских контор. Но есть и те, кто на время Евро-2016 даже отпуск берет. Ведь в это время можно неплохо подзаработать. А чеки с несколькими нулями на время чемпионата уже никого не удивляют. Вопреки сложившемуся мнению, любят посмотреть на гоняющих мячи футболистов и девушки. Видеоинженер телекомпании «Отерар» Екатерина Смирнова – настоящий фанат футбола. Всю красоту и азарт этого вида спорта ей показала ее мама. А затем она подсадила на этот спорт и своего мужа. Теперь собираться вместе за просмотром футбола – это семейная традиция. Вот только из-за работы Катя, увы, не всегда может смотреть все полуночные матчи. Это для меня очень такой насыщенный месяц, учитывая Евро-2016. Многие матчи идут ночью. Допустим, выходные я могу посмотреть ночью, а вот в будние дни у меня не получается. И приходится досматривать их днем, во время обеда, на работе. Наши герои болеют за своей командой довольно спокойно. И даже когда один из игроков получает желтую карточку, негодуют сдержанно. Но бывают и гиперэмоциональные фанаты. Они дерутся с болельщиками команд соперников, срывают голоса на матчах, а иногда просто переходят все границы. Тогда в дело вступает правительство, и шибкобуйных просто выдворяют из страны. Двоих российских фанатов, задержанных в Лилле, выдворят из Франции. Одного из болельщиков приговорили к трём месяцам условно и запретили в течение года въезжать на территорию Франции. Из Франции выдворят семь фанатов иностранцев. Следят за каждым матчем и не пропускают ни одну игру, конечно же, и те, кто без футбола жизни не представляет. Тренера футбольных команд. Они наблюдают за ходом всего чемпионата и уже сделали несколько когнозов. Сейчас, в принципе, этот футбол в таком состоянии, что все команды научились играть. Почти все игры проходят равные. Ну, конечно, фаворитами всегда остаются Испания, Италия, Германия, Франция. Футбол – это моя жизнь, моя любовь. И, конечно, я наблюдаю за ходом игры Евро-2016. Большую ставку я делаю на родную страну – Испанию. Но думаю, что шансы на победы есть и у Германии, а также у хозяев страны, где проходит Евро-2016, у команды Франции. Разочаровали меня на Евро в этом году игроки из России. Мне кажется, что они могли бы подготовиться получше. Накал страстей вокруг чемпионата Европы чувствуется не только на футбольных полях. В интернете развернулась настоящая битва между теми, кто смотрит футбол, и теми, кто ничего в нем не смыслит. Так, например, девушка решила подшутить над своим парнем-фанатом и во время самых ответственных моментов матча просто отключала монитор телевизора дистанционным пультом. А на днях в сети появилось видео футбольного матча, набравшее за один день сотни тысяч просмотров. Сборная по футболу Исландии впервые в своей истории попала на чемпионат Европы. И сразу же неплохо себя показала. Комментатор, видимо, фанат этой команды, сдержать свои эмоции просто не смог. Евро 2016 продлится до 10 июля. Этого дня фанаты ждут с нетерпением. Ведь именно тогда будет известно, кто станет обладателем Кубка Континентального Первенства. Ну а я просто жду, когда мои друзья оторвутся от экранов своих телевизоров и, наконец, уделят мне хоть немножко внимания. Достижения Южно-Казахстанского педагогического колледжа, получившего звание «Лучший колледж» в 2014 году, были отмечены в республиканском журнале «Техническое и профессиональное образование». Колледж на протяжении 11 лет готовит высококвалифицированных педагогов, переводчиков, юристов и экономистов и имеет мощную материально-техническую базу и большой библиотечный фонд. Имеется благоустроенное общежитие и современный спортивный комплекс. На самом высоком уровне поставлена учебно-воспитательная и научно-методическая работа. Преподаватели колледжа регулярно становятся победителями Республиканского научного центра и получают звание «Лучший педагог-исследователь». Профессиональная практика студентов проходит в учреждениях республики, города, области и за рубежом в Кембриджском колледже и в колледжах Сингапура, Малайзии и Гонконга. Качественное образование в Южно-Казахстанском педагогическом колледже – залог достойного будущего. Редактор субтитров А.Семкин